В эфире информационная программа «День города» в студии Ирины Ковалёва. Здравствуйте! О самых заметных событиях вам готовы рассказать мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы выпуска. Владимир Путин в Рязани. Президент страны посетил Рязанский кожевинный завод и подчеркнул необходимость развития легкой промышленности. Общественный транспорт для маломобильных групп. Миф или реальность? Тропой любви в Рязани появляются новые туристические маршруты. Итак, свершилось. Владимир Путин посетил Рязань. В четверг в рамках совещания по вопросам легкой промышленности страны он побывал на кожевинном заводе. Президенту показали, как производят кожу для его нового лимузина, подарили футболку с надписью «Путин», а также предложили оставить автограф прямо на выделке из кожи. Свой визит в Рязанскую область Владимир Путин начал именно с осмотра цехов завода. Президент побывал на производстве и успел пообщаться с сотрудниками предприятия. Главе государства показали различные цеха, в том числе автомобильных и авиационных кож, где Путин осмотрел салон автомобиля УАЗ «Патриот» и новый кресло для самолетов. После экскурсии по заводу Путин осмотрел стенд Минпромторга, где представители различных компаний продемонстрировали главе государства свою продукцию. Обувь для спецназа, спецодежду, спортивные комплекты, детскую обувь и школьную одежду. После экскурсии президент провел совещание по развитию легкой промышленности в стране. Путин отметил, что вопросов и проблем в отрасли очень много. Особо президент остановился на проблеме контрафакта и контрабанды, которые, по его словам, не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью граждан. Подчеркну, контрафакт и контрабанда фактически девальвируют, обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле. Мне, кстати говоря, было все-таки приятно услышать сегодня, что намеченные нами в правительстве меры по поддержке отрасли все-таки срабатывают. И это видно на примере конкретных предприятий. Но они работали бы еще гораздо более эффективно, если бы не было тех негативных явлений, о которых я уже сказал, контрафакты и незаконного завода на нашу территорию иностранной продукции. Именно в зачистке рынка от сомнительной продукции заключен, на мой взгляд, важнейший ресурс для развития легкой промышленности. И давайте вместе подумаем над тем, что нужно сделать дополнительно по этому направлению. Еще один вопрос, на котором хотел бы остановиться, сегодня отдельно касается поставок сырья на отечественные предприятия. Насколько знаю, на внутреннем рынке наблюдается дефицит натуральных волокон и материалов, а их качество зачастую отстает от уровня переработки. Вот сегодня тоже об этом говорили, да? Здесь нужны гибкие решения, которые будут стимулировать собственные производства сырья. И в то же время позволят закрыть текущие потребности переработчиков. В этой связи предлагаю обсудить запуск отдельной подпрограммы в госпрограмме сельского хозяйства. Еще один важный вопрос – вопрос кадров. Президент отметил, что в целом в легкой промышленности зарплата недостаточно привлекательна для молодых специалистов. Нужно внимательно проанализировать эту ситуацию. Будущие кадры должны обучаться там, где есть практика, где можно применить получаемые знания. В том числе предлагаю рассмотреть возможность открытия профильных кафедр при ведущих предприятиях отрасли. Подводя итог совещания, президент отметил, что в целом в легкой промышленности наблюдается рост 6% за первое полугодие. По словам Владимира Путина, это очень хорошие показатели. После экскурсии Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Николаем Любимовым. Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области доложил президенту о социально-экономической ситуации в регионе. Глава региона рассказал о проделанной работе, а также отчитался о помощи дольщикам. По его словам, за последние три месяца из порядка трех тысяч проблемных договоров долевого строительства неразрешенными остались около тысячи. Также Николай Любимов рассказал президенту о своих планах сделать Рязань цифровым регионом. В свою очередь Владимир Путин открыл знаменитую зеленую папку. В ней вопросы и обращение к прямой линии президента. Много проблем в состоянии дорог, транспортной доступности, гостификации. Маленькая деревня, Душкина, третий месяц ждем газа, люди пишут. Это мы линии президента обещали. И тогда, и тогда, и в июне, и позднее. Но особое внимание ситуации, на которую ему пожаловался один из пациентов Касимовской ЦРБ. По его словам, пациенты за свои средства покупают не только медикаменты, но и расходные материалы, включая бинты и зеленку. Центральная больница города Касимово. Пациенты покупают сами не только все медикаменты, но и такие мелочи, как ватные диски, зеленку, йод, ватные палочки, бинты, средства для рост. Это пустимые вещи. Я попрошу на это в самом внимательном уровне, как можно быстрее. На проблему уже на следующий день обратили внимание следователи. Организованы доследственные проверки о деятельности должностных лиц, будет дана объективная правовая оценка. Кроме того, в интернете размещена информация о том, что родителям трех тяжелобольных девочек Министерство здравоохранения Рязанской области отказывало в предоставлении жизненно необходимого лекарства, в связи с чем они вынуждены добиваться обеспечения лекарственным препаратом через суд. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, сообщает портал регионального следственного комитета. Товары с истекшим сроком годности обнаружили полицейские в деревне Рожок Рязанского района. Жалобу в полицию написал местный житель. В ходе проверки нарушения выявили сразу в двух магазинах. Нередки случаи, когда жители города и области при покупке продуктов питания сталкиваются с некачественным или просроченным товаром. Иногда все решается мирным путем. В некоторых магазинах возвращают деньги. Однако работает это не всегда. Житель деревни Рожок обратился с таким заявлением в местный отдел полиции. В ходе проверки по жалобе одного из жителей региона, что в магазинах деревни Рожок торгуют просроченные продукции, сотрудники отдела Организации применения административного законодательства ОМВД России по Рязанской области обнаружили на их витринах товары с истекшим сроком годности. Нарушения правил торговли были выявлены в каждом из двух магазинов. Оказалось, что в одном из магазинов торговали просроченной жевательной резинкой срок годности, который истек уже больше года назад. В другом нашли мясные полуфабрикаты, которые тоже оказались не первой свежести. Владельцев этих магазинов привлекут к административной ответственности. Как рассказали сотрудники полиции, рейды по выявлению просроченной продукции будут продолжаться. Во вторник, 22 августа, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, исполняющим обязанности ректора Радиотехнического университета, назначен Михаил Чиркин, доктор физико-математических наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования. Назначение осуществлено в связи с окончанием срока трудового договора с доктором технических наук, профессором Виктором Гуровым, возглавлявшим Радиотехнический университет с 2007 по 2017 годы. Михаил Чиркин до назначения исполняющим обязанности ректора руководил кафедрой электронные приборы. 24 и 25 августа в Рязани состоялись ярмарки-вакансии для безработных и ищущих работу граждан. Всего на ярмарках было представлено порядка полутора тысяч вакансий от предприятий, организаций, промышленной, сельскохозяйственной, транспортной отрасли, а также сферы торговли, финансов и образования. Подробности в материале Валерия Седова. Рабочие завода, полицейские и многое другое. На ярмарке-вакансии предоставлено более 500 предложений для специалистов разного профиля. И найти нужную здесь не так сложно, как может показаться на первый взгляд. По итогам вчерашнего дня в ярмарке-вакансии приняло участие порядка полутора тысяч человек. По всей области было представлено 109 работодателей. И уже 200 человек прошли собеседование и находятся в процессе трудоустройства. Каждый год проходят 8 ярмарок-вакансий. Идут они марафоном с города в область. 24-25 августа состоялась седьмая по счету. Заключительная же пройдет в ноябре. Ярмарка-вакансий – это прекрасный шанс пройти собеседование сразу у полу работодателей. И уже предметно приезжать непосредственно для дополнительного собеседования, скажем, с узкими специалистами. Особенно если мы говорим о высококвалифицированной работе. И непосредственно заключение трудового договора на предприятии. По итогам прошлых лет трудоустраиваются 50% посетителей. Вот во второй день ярмарки-вакансий народа собралось достаточно много. Большинство не пожалели, что посетили это мероприятие. Как вам выбор вакансий? Материалитов. Ну ничего, можно выбрать. Мне сложно пока говорить, потому что я буквально два дня назад приехала из другого города, купила здесь квартиру, естественно, в поисках работы. Ну, нормально, очень много предприятий представлено, вакансий, в принципе, достаточно много. Как вам кажется, вообще человеку здесь реально найти какую-нибудь работу? Реально? Я думаю, что да. 29 работодателей и сотни посетителей. Остается надеяться, что каждый пришедший смог найти работу своей мечты. Мы рады трудоустраивать и помогать людям находить себя в жизни. Сделать город удобным для жизни – задача не из легких, особенно когда речь идет о маломобильных группах населения и людях с ограниченными возможностями здоровья. О доступности для каждого общественного транспорта расскажет в следующем сюжете Галина Ершова. В этом году город продолжает преображаться, создавая по-настоящему доступную среду. Центральный автовокзал уже полностью оборудовали для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Частично преобразовался и Преокский автовокзал. Его доделают в 2018 году. На 60% остановочных пунктов опустили бордюры. Теперь забраться на них инвалидам-колясочникам и мамам с маленькими детьми стало проще. Одним из таких примеров является улица Весенняя. Тут был бордюр, высота где-то сантиметров 25, то есть здесь преодолеть его было вообще нереально. Приходилось объезжать по проезжей части. Изменения затронули и общественный транспорт. Все автомобили, которые город и частные лица будут закупать для рейсов, должны быть полностью адаптированы для инвалидов. Муниципальные предприятия уже приобрели 31 низкопольный автобус. В прошлом году, наверное, обратили внимание, автоколонны. Купил по программе газовые автобусы, которые в полном объеме обеспечивают перевозку инвалидов. Это такие автобусы, где откидывается аппарель. Инвалид может самостоятельно заехать в этот автобус, пристегивается ревнем. Есть там определенное место. Около этого места кнопочка приспособлена. В случае необходимости его выхода он нажимает на кнопочку. Водитель останавливает автобус на остановке, естественно. Откидывает аппарель и помогает инвалиду-колясочнику выехать из этого автобуса. Новинкой августа стала маршрутка, оборудованная пандусом и креплениями в салоне для инвалидной коляски. В нашем регионе это первый образец, однако модель уже хорошо зарекомендовала себя на дорогах России. Она рассчитана на 18 мест, а в случае необходимости три из них складываются для провоза инвалиды-колясочника. Этот автобус работает по маршруту Рязань-Брыкенбург, Рязань-Скопин, в зависимости от планирования. И этот автобус в полном объеме приспособлен для перевозки инвалидов, в том числе инвалид-колясочника. Там три сидения в случае необходимости перевозки инвалидов складываются. Значит, выдвигается аппарель, инвалид заезжает туда, пристегивается ремнем и в своей коляске передвигается. Ранее лицам с ограниченными возможностями здоровья приходилось звонить перевозчику за 24 часа с просьбой выделить соответствующий автобус или сопровождающего. Меняется и облик городского общественного транспорта. Около 10% машин уже оборудованы при входе и выходе у передней двери кнопкой вызова водителя, который должен помочь людям с ограниченными возможностями здоровья сесть в транспорт. Задача такая стоит. До 2030 года мы должны выйти на 100% приобретение и оборудование всех автомобилей, приспособленных для перевозки инвалидов. Первый вариант – это откидная аппарель, второй вариант – это подъемники, которые также выпускают сейчас, промышленность начала выпускать. Однако это только первый шаг, ведь людям не хочется каждый раз напрягать незнакомцев и чувствовать свою беспомощность в таком простом деле, как поездка по городу. Поэтому пока они все чаще предпочитают передвигаться на своем. С улицы Весенняя на Орешку, то есть получается где-то 8 километров в течение двух часов. У меня маршрут такой был в центр, это уже ближе, это я уже, можно сказать, не считаю. Там на стадион ЦСКА я ездил своим ходом тоже. Знаю ребят, которые из Песочни в Канищево ездили. В принципе, была бы среда, люди бы, наверное, мне кажется, больше бы ездили. К 2030 году весь парк общественного транспорта должен преобразиться и стать по-настоящему доступным для маломобильных групп населения. В Рязанской области регулярно появляются новые спортивные комплексы. Вместе с этим остаются те объекты, которые заброшены уже на протяжении многих лет. В их число входит ледовая арена стадиона «Спартак», которая расположена в центре города. О ее легендарном прошлом и туманном будущем расскажет Валерий Седов. Говорить о том, как выглядит ледовая арена стадиона «Спартак» сейчас бессмысленно. Любой желающий может прийти и посмотреть на нее. Но к нам в руки попала раритетная запись 1998 года. На ней рязанская команда «Вятич» принимает в гостях ухтимского технолога. Давайте же посмотрим, как это было. На видеозаписи голос Дмитрия Масальского. С того памятного хоккейного матча прошло почти 20 лет, а минувшие события до сих пор не выветрились у него из памяти. Тогда рязанский «Вятич» одержал победу над ухтинским технологом. Вот та самая комментаторская позиция, с которой вел свой репортаж тогда еще начинающий журналист Дмитрий Масальский. А теперь, спустя 20 лет, трибуны и ледовая арена выглядят именно так. Сейчас Дмитрий Масальский вспоминает о тех временах с ностальгией. Ведь именно этот стадион оказал такое большое влияние на его любовь к хоккею. Если так попытаться что-то в памяти воссоздать, это, конечно, такие ощущения незабываемые. Темное небо и яркий пятачок ледовой арены, который можно было увидеть еще, подходя к нему, например, со стороны улицы Свободы сверху. Яркая, красочная форма на этом фоне. Болельщики, которые там гудят, поддерживают свою команду. Ну, какая-то особая атмосфера. На протяжении последних 30 лет ледовая арена стадиона «Спартак» находится в таком состоянии. Некогда красивые трибуны, которые могли вместить более 5000 зрителей, ныне пустуют. Хоккейная коробка заросла деревьями, поручней больше нет. А история у ледовой арены довольно интересная. Первый турнир на приз совета спортивного общества «Спартак» прошел здесь в далеком 49-м году. Специальной коробки для него не существовало, поэтому поставили временную. Да, к тому же, на футбольном поле. Только в сезоне 57-58 годов появилась полноценная коробка. С тех пор хоккей перестал зависеть от футбольных матчей. В середине 60-х годов стадион уже оформился как именно спортсооружение полноценное. Были построены трибуны, причем относительно немаленькие. По свидетельствам средств массовой информации того времени, по данным хоккейных протоколов, здесь собиралось 5-6 тысяч зрителей. В 1967 году хоккейная арена вновь изменилась. Теперь стадион перестал зависеть и от погодных условий. Лед стал искусственным. И более 20 лет он служил спортсменом верой и правдой. Правда, трубы не ремонтировали, поэтому покрытие стало приходить в негодность. Финальный матч на этом льду прошел в 95-м году. Рязанский Вятич одержал разгромную победу со счетом 6-1 над командой поселка Искра. С тех пор хоккейные матчи все чаще стали проходить в городе Воскресенске. В 2004 году на ледовой арене стадиона «Спартак» состоялась последняя игра. Рязанская команда проиграла Брянской Десне со счетом 0-8. На этой печальной ноте ледовый стадион прекратил свое существование. Была надежда для рязанских болельщиков в начале 90-х, что ситуация может измениться в лучшую сторону. Тогда президент Вятич Владимир Смирнов заявил о своих намерениях ледовый стадион реконструировать, сделать крышу для него. Висел красочный проект, проспект при входе. Но тем надеждам, опять же, сбыться было не суждено. Земля, на которой сейчас стоит ледовая арена стадиона «Спартак», находится в оперативном управлении спорткомплекса «Олимпиец». И оставлять ее в таком виде не собираются. Мы выдвигаем наши свои предложения, чтобы вот это здание было снесено, и на его месте был построен специализированный зал для художественной гимнастики. Потому что отделение художественной гимнастики у нас является опорным видом в Рязанской области. И на сегодняшний день в нашей только школе занимается 286 девочек. Художественная гимнастика – довольно перспективное направление для Рязани. Но это лишь предположение директора спорткомплекса «Олимпиец». Как на него отреагируют власти города, пока неизвестно. Нам же остается только ждать. В Рязани открылся новый туристический маршрут. На этот раз жителям города предлагают окунуться в романтические истории самых известных пар XIX века. О том, что можно увидеть на пешей прогулке, расскажет Галина Ершова. Несколько историй о любви – это новый пеший туристический маршрут, который поможет жителям и гостям города за красивой архитектурой увидеть реальных людей. Пять домов, пять историй, пять человеческих судеб. Узнать тайны семейных отношений помогут таблички, установленные у каждого из них. Мало кто знает, но имя Сергея Есенина связано не только с Константинова, но и с театром на Соборной. Именно здесь работала его муза Августина Миклашевская, которой поэт посвятил цикл стихов «Любовь хулигана». Поступь нежный, легкий стан, если б знала ты сердцем упорным, как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Актриса камерного театра Августа Миклашевская оказалась холодна к поэту и воспринимала его только как друга. Сама же она безответно любила другого. Девушка пережила Сергея Есенина на 52 года. Их взаимоотношения он описал в одном из самых лиричных циклов своих произведений. Познакомиться с другой парой можно на улице Николы Дворянской в доме 24. Писатель Михаил Салтыков-Щедрин женился на Елизавете Болтиной. Девушка была моложе мужа на 14 лет. Вскоре после свадьбы пара переехала в Рязань и стала жить в большом доме в центре города. Елизавета обожала балы, красивые наряды и светские приемы. Михаил Евграфович же, напротив, с головой погрузился в работу. Должность вице-губернатора и запущенные дела Рязанской губернии не оставляли ему времени на отдых. Однако жену он любил всем сердцем и закрывал глаза на ее маленькие недостатки. Эти глубокие серые глаза долго смущали мои юношеские сны. Все думалось, как хорошо бы прильнуть к этим глазкам, да так и остаться там жить. Следующая история встречает нас на улице Семинарской, 16. Это скромный дом отца Надежды Забеллы, оперной певицы, музы римского Корсакова, а затем и жены Михаила Врубеля. Именно здесь пара познакомилась. Великий художник полюбил девушку сразу. Он восхищался прекрасным голосом и ее красотой. Хотя многие говорили, что художник придумал девушку, а черты ее лица не были правильными. Несмотря на это, Михаил Александрович боготворил жену. Милая моя Надюша, драгоценность моя бесценная, фиалка моя, роза моя шараская. Ни ее-то не возьму назад из моего письма. Я раб твой. Что подумаешь только, сделаю. Я не способен и несколько часов провести в разлуке с тобой. Историю любви Ивана Павлова и Серафимы Карачевской, Константина Паустовского и Екатерины Загорской вы можете узнать самостоятельно. Все точки маршрута можно посетить буквально за один час. Таким увидели этот день мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.тв и в нашей группе в социальных сетях. Ну а на сегодня мы прощаемся с вами и желаем хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом, в коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Продолжение следует...